Доброго времени суток! С вами канал OpenFrameTV. И в данном видеоролике мы соберем вот такой шим-регулятор. Область применения данного шим-регулятора очень большая. Начиная от регулировки свечения ламп накаливаний и светодиодов, и заканчивая регулировкой оборотов двигателя, температуры нагревательных элементов и тому подобное. Из характеристик. Ток максимальный, который он может выдать, около 20 А. Напряжение питания от 6 до 20 В. Как видим, есть косяк на схеме, но это именно на этой схеме. Транзистор повернут не в ту сторону. Но так как я только учусь создавать печатные платы, то это допустимо. Уже в архиве к данному видео будет все исправлено, и он будет располагаться как положено. Сейчас проведем тест данного шим-регулятора, далее рассмотрим схему и займемся сборкой. Для демонстрации работы данного шим-регулятора нам понадобится кулер на 12 В. Подключаем питание. Как видим, обороты максимальные. Теперь начинаем вращать ручку потенциометра и смотрим, что происходит с оборотами. Как видим, обороты начинают потихоньку падать. И падают они с очень маленькой скоростью. А это означает, что с помощью данного шим-регулятора мы можем выставить практически любую мощность, потребляемую нагрузкой. А это есть очень хорошо. Теперь можем рассмотреть схему данного шим-регулятора. Схема данного шим-регулятора перед вами. Как видим, нет ничего особенного. Применена микросхема LM358. Это сдвоенный операционный исселитель в одном корпусе. Также применен транзистор IRF3205, так как у него самое маленькое падение напряжения на открытом ПН-переходе. Для наглядности установил батарею на 12 В. Но тут также может быть и 6, и 20 В. То есть это не критично. Пару слов про работу схемы. Как известно, из батареи к нам идет сигнал в виде прямой линии. Если подключить нагрузку напрямую к ней, то сигнал рассеется на нагрузке. Шим-регулятор превращает постоянный сигнал в набор периодичных прямоугольных импульсов определенной частоты. В данном случае частота составляет 50 кГц. Когда мы начинаем вращать ручку потенциометра, мы меняем коэффициент заполнения. Коэффициент заполнения – это отношение длительности импульса к периоду. Далее. Изменяя коэффициент заполнения, мы изменяем мощность, которую может потребить нагрузка. Теперь приступим к созданию схемы. С помощью программы SprintLight делаем чертеж дорожек схемы и идем их печатать. Далее на лазерном принтере распечатываем рисунок нашей платы. Потом с помощью утюга необходимо перенести его на текстолит и положить травица. Далее травим плату с помощью перекиси водорода, лимонной кислоты и соли. Вот в таких пропорциях. После травления получаем вот такую плату. Теперь необходимо почистить ее от краски и посверлить отверстие. После того, как посверлили плату, необходимо заняться запайкой запчастей. Заканчиваем запайку SMD компонентов. Ну и впрочем, как и всей платы, типоразмер компонентов 0,8-0,5. Но также можно использовать и вот такие, как в этом случае 12, 0,6. Платка получилась аккуратненькая. Как видим, уже подпаял провода питания. Надел на потенциометр ручку. И вот такая у нас вышла в итоге плата. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока.